Уже после того, как я снял основной ролик, подоспела просто потрясающая новость из Волгоградской области. Семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк. Действительно, что инвалиду в аквапарке делать? Ну, то есть семью-то пустили. Просто ребенка предложили оставить в машине. Ну, нас трое. Так мы не забираемся, мы не идем на горки, мы нас трое, мы идем в бассейн. Нам горки нас не нужны. Какие-то водопады там, прочее, прочее. Из-за водопада, да. Ну, поняли мы, водопады и прочее, не для детей инвалидов и их семей. Ну, почему вы так сразу? Ну, раз на входе у нас такие препятствия. И приезжаем сюда, и вы такие, у нас тут нормальные ребятки отдыхают. А вы не нормальные, отдыхать в другом месте. Вы не то что коньтесь, не пускаете. Вы можете, вся семья может пройти, а вы... А мы его куда денем? Ну, пусть ребенка можете побыть где-то на улице. А ты с ребенком в машине посиди, Саша. На 45 градусов жаре, да? Да, вот это совет. Себе его посоветуй. Сказать хочется. Не, никакой дискриминации инвалидов нет. Привет, просветители. Всякий раз, когда мне кажется, что дно уже пробито, вот прям капитальненько так, и ниже опуститься просто нельзя, по-моему, я уже когда-то начинал так ролик, появляется новость, которая снова показывает, что человеческие глупость, злоба и необразованность не имеют границ. Никаких. Я не знаю, что распыляют в Ленинградской области в последнее время. Сейчас вроде и Якутия горит. Хотя об этом не принято говорить. Лучше о Турции подумаем. Или что заставляет самых странных. Это оскорбление для слова странной. Товарищи проявлять все свои таланты именно на детских площадках, но факт остается фактом. Всю последнюю неделю детские площадки культурной столицы не сходили с первых полос новостей. Под Петербургом женщина распылила перцовый баллончик на детской площадке. Она хотела защитить сына от подростков. По предварительной информации между ребенком 38-летней местной жительницы и девочками-подростками лет 12-13 произошел конфликт. Старшие дети якобы прогнали с качели младшего ребенка. Защищая своего сына, жительница славянки схватила перцовый баллончик и распылила его в лицо одной из девочек. Я бы показал видео, но подростки там так матерятся, что если вырезать весь мат, ничего, в общем-то, в ролике и не останется. Девушка по имени Инна гуляла во дворе с ребенком. И в какой-то момент они зашли на игровую площадку, а коляску оставили за ее пределами, заехав колесами на газон. Со слов Инны, к коляске подбежала незнакомая женщина с намерением оттащить коляску. Хозяйка коляски попыталась ее остановить и получила толчок. Началась потасовка, в ходе которой нападавшая порвала Инне платье, расцарапала губу и вырвала ногтевую пластину на мизинце. И казалось бы, что может это переплюнуть? Перцовые баллончики, драки, оторванные ногтевые пластины от одной фразы не по себе становится. Хм... Женщина, считающая, что дети-инвалиды не должны появляться среди здоровых детей. Как вам такое? Эмоциональное выгорание, нестабильность экономики, изменение самого понятия рабочее место. Привет, пандемия! Все эти факторы вполне могут заставить вас задуматься о смене карьерного пути. И отличным вариантом является профессия питон-разработчика. Погоди, погоди! А почему именно питон? Ну, во-первых, это второй по популярности из их программирования. Во-вторых, более полутора тысяч вакансий для питон-разработчиков доступно прямо сейчас на HeadHunter. А в-третьих, средняя зарплата разработчика 120 тысяч. В целом, зарплаты питонистов одни из самых высоких на рынке IT и стабильно растут на 10% в год. Это все, конечно, замечательно, но можешь не продолжать. Я полный профан в информатике. Именно для таких новичков онлайн-школа SkillFactory открыла курс питон-разработчик с нуля. Да, именно с нуля. И там, естественно, занимается сплошная молодежь. А мне-то уже 35. Половина аудитории люди 30-50 лет. Бывшие инженеры, менеджеры, учителя вьетнамские флешбеки подъехали. А пока буду учиться кушать, я что буду? Учеба же все время отнимет. Привет! Вообще-то 21 век на дворе. Вы сами выбираете удобное для вас время занятий. Так что совмещать с нынешней деятельностью никто не запрещает. Курс составлен на 10 месяцев. Но начать поиски нового места работы вы сможете уже через 3 месяца. А специалисты SkillFactory и Центра карьеры помогут вам в этом нелегком процессе. Аааа... Портфолио, стажировки для лучших студентов, постоянная помощь ментора, проекты и тренажеры. Все присутствует. Можете даже не волноваться. Ну и вишенка на торте. Отличный отзыв от тех, кто уже познакомился с онлайн-школой SkillFactory. Переходите по ссылке в описании и получайте скидку 45% по промокоду ОСТАПОВ до 20 августа. Картина маслом. Женщина увидела, что на площадке играют дети-инвалиды. И потекло, сами знаете, что по трубам. Развивайте своих детей в каком-нибудь другом месте. А можно эту фразу на билборд поместить? Вы нам тут не нужны. Как сразу материнским теплом повеяло. Детей уводите отсюда. Больные дети должны... На каких основаниях? Больные дети должны... Они пугают наших детей. У меня ребенок сейчас испугался. Вызовите, пожалуйста, службу, и мы договоримся с ним. Службу какую? В третий корпус? Шуруйте в свой? Отлично. А если ваш ребенок испугается иностранца, или, допустим, мужчину с бородой, ему ее срочно сбрить? В мире очень много разных вещей, которые могут напугать вашего ребенка. Может быть, это задача семьи объяснить, что люди бывают разные? Недавно был в парке. Подходит женщина и говорит, ваша нога пугает моего внука. У меня нет ноги. Протез. Я сказала, хватит меня снимать. Вы делаете? Я больно вам не делаю. Я говорю, телефон убрала. Я говорю, телефон убрала. Интересно, а вот такое агрессивное поведение бабушки не напугало внучку? Или она уже привыкла? У меня внучка слезла с горки и просто встала и говорит, бабушка, это кто? Я говорю, вот мальчик. Я не собираюсь, я вышла отдыхать, я вышла гулять с ребенком. Она у меня сама еще маленькая. Я ее воспитываю и ее учу говорить. Я не собираюсь, чтобы она на это все смотрела и офигевала. Ну что сказать, дама отдыхать вышла. Зачем ребенку что-то объяснять? У вас есть ваш двор, еще и в вашем дворе. Мы выясним, можете ли вы там гулять. С детьми вот с этими особенностями. Вы можем гулять где угодно. Нет, вы не можете гулять. Я говорю, организовывайте свою площадку и там гуляйте. Это наша площадка. Организовывайте. Нет, не такая же. Нет. У вас свои должны быть. Карантины, всякая хрень. Сложно спорить. Некоторых людей действительно иногда хочется изолировать. Только вот я не об инвалидах сейчас говорю. И да, женщина, вы меня пугаете. Не выходите, пожалуйста, на улицу. Слова этой дамы слышат сами дети-инвалиды, нахождение которых рядом ее так напрягает. Их слышит ее внучка, другие ребята. Вы думаете, эти слова взрослых не найдут благодатную почву в сознании детей? Поведение родителей – лучший урок для ребенка. Когда твоя бабушка позволяет себе вот такой перформанс, который уже всю страну покорил, очень сложно, если тебе всего 5 лет, не посчитать это нормой. Если ты ведешь себя как быдло, не стоит удивляться, когда твой ребенок тоже не демонстрирует чудеса воспитанности. Я уже неоднократно высказывался об инклюзии в наших школах. И меня сложно назвать ее фанатом в нынешнем виде. Просто запихнем всех детей в один класс, забьем на спецподготовку преподавателей, какие такие дефектологи и тьютеры, и под лозунгом «необучаемых нет» начнем ждать отличных оценок. Но в этой ситуации речь идет о социализации, которая необходима как особенным детям, так и испуганным внучкам. Просто потому, что всем нам жить в одном обществе. Нет, мы не можем никого отгородить стеной. Хотя иногда хотелось бы. Ну они же отличаются! Я общался с родителями таких детей, и порой главный страх взрослых, и не дай бог кому-то его испытать в такой мере, А как мой ребенок будет жить без меня? Если мы всех «не таких» и у меня для вас сюрприз, в число «не таких» вполне можете и вы попасть. В нашем обществе ой, как любят новых врагов находить. Запихнем в резервацию, ну а че глаза мозолят? Никакой подготовки к реальной жизни ребенок из пузыря не получит. Именно поэтому социализация – один из важнейших моментов. А если такой ребенок поведет себя как-то не так? Может ли такое случиться? Конечно может. А еще вроде как вполне здоровый ребенок тоже может проявить себя с ой какой веселой стороны. Я вон 10 лет со здоровыми работал, и каких только историй не было, в том числе и опасных. Только вот в рассматриваемой ситуации дети были под присмотром. Они находились на площадке с преподавателями. Вроде бы. И вот тут уже для некоторых не все так однозначно, на что указывают многие комментаторы в сети. Кричащую даму снимали аж с двух сторон. Мне б такое качество съемки. И тогда возникает вопрос, а кто в этот момент следил за детьми? В интернете курсирует информация о 10 детях и двух воспитателях. Но она, конечно же, может быть неправдивой. Но тем не менее появляется под каждым роликом, освещающим данную ситуацию. Одно дело, каждый ребенок под присмотром, и они взаимодействуют с другими детьми. И вот на это как раз многие родители нормально отреагировали бы. Но явно не это, тетя. В случае чего есть помощь. И поймите правильно, я не пытаюсь как-то демонизировать те или иные заболевания. Я бы к некоторым здоровым детям буквально привязал родителей. Потому что без мамы и папы они банально опасны для окружающих. И это не преувеличение. Вот прям реально, физически опасны. И другое дело, большая группа детей и всего двое взрослых. Но я нашел вот эту информацию. Ирина Астафьева участница конфликта. Это ее телефон пытались отобрать. Рассказывает, что на площадке гуляли шестеро особенных детей в возрасте от 4 до 9 лет. Рядом с каждым был сопровождающий. Тьютор. Сразу вопрос, который будет назревать у публики. История идет. Не нарушали ли дети, которые гуляли, границу других детей? То есть не было ли драк? Ну то есть повод был или повода не было? Нет, нет, нет. Все было вообще прекрасно. Дети качались на качелях. Кто-то качался на качелях, кто-то ползал по горке, кто-то ушел там вообще в домик детский. У каждого ребенка, повторюсь, свой сопровождающий взрослый. То есть у нас организация, которая помогает ребятам включиться вообще во все процессы, в том числе социально-бытовые и в обычную жизнь. И у нас нет такого, что там 20 детей и 2 взрослых. И дети, что попало, говорят. Нет. У нас один к одному. У каждого ребенка свой тьютор. Милую бабулю осудили, слава богу, практически все. Но многие отметили, что не хотели бы, чтобы на их площадке гулял целый детский садик или школа. И вот тут важный момент. Без разницы, с какими детьми. Тут просто сам факт. Целая группа. Иное дело, что это вообще не оправдывает хамство. Вот никак. Некоторые комментаторы поинтересовались, а имели ли в принципе дети право там находиться? Ведь площадка принадлежит ЖК. Адвокат Александр Поляков рассказал, что если собственниками площадки являются жильцы дома, то дети из других районов все равно могут туда ходить. Если жильцы не хотят, чтобы посторонние люди посещали их площадку, то они обязаны возвести специальное ограждение. Если же ограждения нет, то считается, что жильцы по умолчанию согласны, что это место посещают все желающие. А если кто-то проник на территорию незаконно, то собственники в этом случае должны обратиться в правоохранительные органы, а не выгонять площадки. Площадка в Петербургской Балтийской Жемчужине, насколько видно в ролике, ничем не огорожена. Понятно, что волна общественного порицания просто с головой накрыла и даму, и всю ситуацию в целом. Даже появилось впечатление, что эта женщина одна у нас такая. Особенная. Вставка с Павлом из будущего. Как видите, понадобилась буквально одна неделя, чтобы доказать, действительно, она у нас такая не одна. А вот теперь прямое включение уже из монтажной. В Питере водитель маршрутки отказался вести Ивана Бакайдова, программиста с ДЦП, который разрабатывает приложения для людей с ограниченными возможностями. Водитель объяснил, что инвалид не знает, куда едет. Но давайте признаем, отношение в нашем обществе к не таким людям далеко не сахар. Но и удивляться этому не приходится. Знания не появляются сами по себе, а что-то незнакомое достаточно часто пугает. Пока в школах воспитательных целей вбивают одни и те же лозунги, будто прямиком сошедшие из эфиров Соловьева и Киселева, было бы неплохо уделить внимание тому, и нет, это не один проведенный для галочки классный час за 11 лет, что мир разный, люди отличаются друг от друга. Ну, знаете, те банальные вещи, которые помогут жить в обществе. Хотя школа готовит к жизни. Бред. Хочется сказать спасибо героине ролика, потому что она сделала просто потрясающую рекламу детскому центру, что само по себе печально. Должна была произойти подобная ситуация, чтобы люди обратили внимание на такую деятельность. Пока одни старались найти социальные сети испуганной бабушки, чтобы донести до нее все, что о ней думают. Очень здравая позиция. Другие заинтересовались самим центром и узнали, что ему нужна помощь. Вот так сюрприз, особенно в нашей стране. И помогли финансово. Я снимаю этот ролик не для того, чтобы сказать, о, посмотрите, какая тетка. Давайте тухлыми яйцами закидаем. Увы, именно такие истории позволяют обществу вспомнить про инвалидов и о том, что никто в этой жизни ни от чего не застрахован. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий, колокольчик. Большое спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и будьте, пожалуйста, людьми.